друзья приветствую вас вы конечно ребята все горячие стремящиеся жить полной жизнью голодные до жизни и у таких людей всегда неизбежно происходят ситуации когда ты находишься на отчетливом перекрестке выбираешь либо из двух вариантов либо из трех вариантов но это отчетливый перекресток где тебе нужно принять решение которое исключает другое решение я сейчас расскажу вам о трех ситуациях в своей жизни в качестве примера которые полностью подходят под это описание я думаю что из моих примеров вы сможете почерпнуть что-то для себя плюс я расскажу еще и о том опираясь на что я принимал решение когда тебе по идее интересны оба пути или даже страстно тебе хочется пойти по по обеим дорогам но это невозможно тебе нужно выбрать лишь одно я думаю что из этих историй вы сможете что-то какие-то уроки для себя для себя почерпнуть итак первая ситуация они не в хронологическом порядке 2008 год я нахожусь в шереметьево я только прилетел из лос-анджелеса что я делаю 2008 году я уже где-то полгода даже больше учусь в актерской школе там в лос-анджелесе до этого я закончил актерские курсы здесь трехлетние в рамках своего стремления каким-то образом приобщиться кино теме которая все время внутри меня так или иначе присутствовала всю жизнь и и по сей день присутствует но мои попытки всегда были такие знаете не не супер активными но тот период был активной я стою в шереметьево фактически жду такси и вдруг получаю звонок от менеджера в лос-анджелесе который говорит денис именно тебя хотят на съемку для большого рекламного ролика сейчас объясню как все работает как как устроено в голливуде по камере как я понимал это над на том этапе тебе нужно построить какое-то резюме резюме для начала может строиться из любых эпизодических ролей в том числе из съемок в рекламе то есть съемка в рекламе это важно для того чтобы у тебя формировался некий послужной список на том этапе я сходил на один кастинг всего лишь своей жизни но уже как я сказал где-то полгода я учился в актерской школе и так звонит менеджер и говорит denis тебе нужно идти завтра на кастинг сейчас я присылаю тебе текст но они хотят тебя для съемок в этом в этом рекламном ролике не просто там кастинг куда придут тысячи человек они хотят просто посмотреть на тебя но в принципе по фото по тем отрывкам что они видели ты им подходишь а я прилетел в москву потому что у меня телевизионный проект какой-то я кладу трубку смотрю говорю да да сейчас сейчас я отвечу перезвоню и думаю так что я могу сделать могу ли я каким-то волшебным образом завтра оказаться в лос-анджелесе если я только прилетел сейчас и понимаю что нет такой возможности физически с пересадкой ты лети или прямым рейсом но прямой рейс в любом случае самый ранний на следующий день по моему в то время рейса были там пять дней в неделю но не никак я не успеваю никаким образом я не успеваю на этот кастинг я перезваниваю менеджера говорю вы знаете вот я только-только приземлился и никак я не смогу успеть и человек прямо злится он г-денис но тебе нужно выбирать что для тебя важнее если ты хочешь все-таки здесь двигаться нужно быть здесь и и это был очень отрезвляющий момент для меня потому что я отчетливо помню несмотря на то что сколько уже лет прошло 14 лет назад я отчетливо помню как я бреду к машине и у меня внутренний вопрос дружище что для тебя важнее отказаться от этих телевизионных проектов от каких-то девушек в москве и все-таки сидеть там в лос-анджелесе и ждать ты можешь ждать полгода ничего не будет а потом вдруг в один прекрасный момент будет тот самый звонок будет тот самый кастинг будет та самая даже не знаете как не дверь открывшаяся а та самая какая-то вот щелка которая немножко ты можешь знаете как окно приоткрылась ты можешь залезть ты можешь проникнуть ты можешь хотя бы как называется ботинок вставить в эту в эту приоткрывшуюся дверь но нужно быть на месте и ну сколько мне 37 лет на том этапе 2008 год и я понимаю что я не готов отказаться от того что я летаю и я могу выбирать захотелось мне в москву я прилетел захотелось мне в лос-анджелес я полетел туда потому что классы и уроки я все время двигал и соответственно я мог на неделю прилететь сюда там посниматься тогда был проект я помню на телеканале звезда у меня шоу феномен было на россии и я себе вот в тот момент дал ответ что я не готов сидеть на одном месте и ждать когда приоткроется эта дверь если ты себе это говоришь значит принесешь ответственность за это и несешь ответственность за все последствия возможные здесь какой пример точнее какой вывод из этой ситуации можно сделать что нужно быть способным с собой поговорить честно помните как мы уже говорили не раз про внутреннего наблюдателя про ментора внутри себя ну как в стоицизме ты должен быть в состоянии сам себе устроить экзамен и задать себе прямой вопрос без всяких оправданий то есть вот у тебя есть выбор выбирай выбирай но знай что когда ты выбор сделаешь все тебе придется дальше с этим выбором жить и тогда уже не пеняй через десять лет о да у меня была возможность и я не пеняю вот сколько лет прошло мне мне позже подвернулись возможности и как раз вот скоро вы уже давно слышали от меня про фильм который выйдет вот и я уже сейчас буду над новой картиной работать уже попытаюсь что-то спродюсировать но суть в том что живи с этим выбором вторая ситуация другая относится к деньгам 2011 год чуть позже я вам свое время рассказывал что я управлял когда-то сетью спортивных клубов большой в общем большой путь прошел в менеджменте спортивными клубами сначала управлял одним клубом потом сетью потом большей сетью то есть практически 10 лет я провел в режиме управления все время вырастая по спектру своей ответственности по количеству клубов которыми управлял по оборотам которые эти эти клубы генерировали в 2007 году я закончил полностью этот этот путь просто решил оставить менеджмент позади подумал что здесь уже все все сделано все сказано об этом я в одном из выпусков рассказывал вам по моему до выпуск назывался бить в одну точку или пробовать разное посмотрите может быть если вам интересно про менеджмент послушать так вот 2011 год прошло четыре года с тех пор как я вообще то есть я ушел из фитнес индустрии и я вы понимаете четыре года это много то есть я уже совершенно не в теме я не в курсе и тут мне предлагают встречу в москве с инвесторами очень серьезными которые на встрече предлагают мне получить процент акций в компании которая будет управлять супер элитным уровнем спортивных клубов там по моему уже штук пять шесть намечается еще будут открываться один из этих клубов как раз в гостинице украина в москве я не помню сейчас его название royal там royal что-то и так далее то есть это прям верхний сегмент по ценовой политике и я не знаю что заставило людей делать столь щедрое предложение мне не просто там как какую-то большую зарплату а еще и опцион процент и в деньгах это выражается приблизительно в таких цифрах что года через три если я захочу уходить то по всем бизнес планам это миллионы долларов то есть там может три четыре вот какие такие цифры ну то есть серьезные деньги с которыми можно выйти но это не просто время ребят надо понимать это три года четыре года пять лет очень серьезная работа это не просто слово я то знаю я же прошел весь этот путь я знаю что такое управлять сетью это ты живешь этим это не просто ну да три года напрячься нет это не так это значит все внутри тебя потому что я по-другому не умею работать то есть если ты берешься за дело весь ты на молекулярном уровне ты должен строиться в эту конструкцию а у меня вот это шаляй валяй но я вам уже рассказывал значит там актерские курсы там телевизионные проекты здесь путешествия там трата денег я делал выпуск свое время это как раз вот тот тот период это к концу подходил тот период когда я просто прогуливал достаточно значительную сумму я совершенно в другом майнцете то что называется в во внутреннем настрое совершенно ином и вот я пару суток думал безостановочно над этой историей значит что меня туда могло привлечь естественно деньги раз два наверное деньги концу второго второго дня я понял что только деньги являются фактором она другой чаши весов лежит тот образ жизни который я веду сейчас от которого мне придется отказаться и забавно то что я вас самого начала знал то есть знаете как у тебя есть логика и логика тебе может рассказывать что-то у меня по крайней мере так устроена логика мозг тебе может много всяких плести конструкций но дух или сердце или путь сердца или камертон внутри тебя изначально знает по крайней мере в этой ситуации я точно знал что мне не хочется двигаться в эту сторону и неважно какие там цифры вся вот эта математика вот эти фантики хотя понятно за фантиками стоит стоит возможности на что-то их потратишь что ты приобретешь во что ты можешь это вложить знаете почему я этот пример вам привожу потому что я четко в тот момент в 2011 году я четко для себя понял пусть уже мне было 40 лет в этот момент но я четко понял что благодаря этому перекрестку я теперь знаю что деньги для меня фактор прям даже не второй не третий а какой-то менее значимый при всем уважении к этому ресурсу и к этой энергетической субстанции это конечно мощнейшая тема и я знаю насколько болезненная для многих людей кто есть кто сейчас смотрит и я понимаю как тяжело достается все это и всегда это через труд и через какие-то ограничения и поверьте большинству людей знаете может казаться со стороны что все это легко на естественно все всем это довольно сложный субстанция сложная для всех но полезно столкнуться в жизни ситуациями когда ты точно понимаешь что ты выбираешь не деньги а ты выбираешь некий образ себя образ своей жизни образ своего представления о твоем месте в этом мире если ты имеешь опять же финансовые возможности понятно если мне было нечего есть то конечно я взял взялся за работу за работу вот такая такая ситуация я я сделаю вывод естественно по всем просуммирую и сейчас третья ситуация совсем иного плана и наиболее сложная самое сложное по сей день я могу сказать что более сложного выбора у меня не было и не потому что это была дилемма потому что это был столь замечательный выбор и столь привлекательны были оба варианта что я по сей день не знаю и хотел бы вернувшись назад попробовать второй вариант но естественно такой возможности у меня не будет это 2002 год я когда-то упоминал вам про ту ситуацию я получил свою первую управленческую по-настоящему управленческую позицию как раз в растущей сети фитнес-клубов я только полгода назад принял это это предложение вступил в эту должность и я открываю с нуля огромный фитнес-центр на рублевском шоссе теннисные корты внутри бассейны боулинги парковки подземные теннисные корты на крыше просто махина и я вкладываю вот в эти в эти пространства я воплощаю свои фантазии о том каким должен быть идеальный фитнес-клуб представляете как это круто и тут мне предлагают стать главным редактором журнала men's health в котором я уже года три веду рубрику у меня была полоса ежемесячная то есть страница я назывался фитнес-редактором мне предлагают стать главным редактором этого журнала предлагает непосредственно глава издательского дома independent media когда предложение было сделано я задаю вопрос подождите я не журналист на что мне этот человек из голландии этот дирк сауэр владелец издательского дома independent media в те годы владелец и создатель он говорит журналистов полная редакция нужен лидер денис вы как раз тот человек который может журналу придать направление и быть душой журнала очень лестные слова и опять же представим что наверное пару дней было у меня на раздумье сейчас не помню сколько было дней реально на раздумье но точно не больше это вопрос наверное там может быть суток двух суток минуты не было чтобы я не думал об этом значит предложение были взаимоисключающие потому что я прямо на встрече спросил а могу ли я совмещать я готов спать очень мало но если я смог бы управлять этими спортклубами и параллельно заниматься вот этой редакционной работой в точнее быть лидером раз там целая редакция журналистов то может быть мне не нужно там сидеть 10 часов в день но мне было сказано четко что нет с этим журналом нужно просыпать и просыпаться и засыпать журналом в голове в душе то есть нужен главный редактор который будет жить этим будет жить этим журналом и вот каждую минуту я об этом думал и днем и ночью вот сколько там было часов там 36 48 до моего окончательного ответа я не переставая под всеми углами вы знаете что забавно ребят оборачивая сейчас назад и вот вспоминая все это я понимаю что решение это было известно мне самого начала конечно и она известно мне сейчас и вы когда вы окажет оказываетесь на своих перекрестках вы скорее всего если вы привыкли слушать себя в глубине вы знаете решение она в основном произрастает из каких-то вещей которые намного сильнее чем наши мыслительные или аналитические способности а это что-то с чем мы фактически наверное родились в данном случае я не смог бы на полпути оставить незаконченное дело я уже ввязался в некую в некую безумно интересную для меня историю со строительством этого спортклуба и я в принципе не представляю себя уходящего на полпути и и беру и и взяться за что-то другое я просто не могу так сделать и сейчас я не пытаюсь вам тут нарисовать какой я молодец дело вообще не в этом здесь совершенно речь не об этом может быть там я бы больше воздействия бы оказал да и произвел бы какой-то эффект в мире сильнее чем с этим одним фитнес-клубом потому что пачка бумаги просто приведу вам пример журнал man self в те в те годы имел оборот 10 миллионов долларов в год спортклуб который я открыл и запустил огромный я уже вам описывал подземный паркинг боулинг два бассейна пять теннисных кортов три закрытых два на крыше тренажерные залы ну ну просто 15 тысяч квадратных метров эксплуатируемых площадей годовой оборот почти 9 миллионов долларов что там 8 8 900 если если в долларах брать у пачки бумаги у журнала 10 миллионов долларов в моей голове лежал журнал передо мной и и стояла вот эта бетонная махина на 15 тысяч квадратных метров как можно сравнить пачку бумаги и огромная огромную махина в которой приходит тысячи людей паркуется машины люди созидают себя работают тренеры все и это все мое под моим управлением а здесь пачка бумаги но она воздействует на умы людей как ты сравнишь это невозможно сравнить но за одну штуку я уже взялся и невозможно бросить на полпути и все на самом деле вот три примера я вам привел примеров то намного больше у меня подобных перекрестков вот наверное с таким же масштабом аналогичным было штук 20 я думаю было так сложно посчитать но где-то вот такой порядок и опираясь на что мы принимаем решение опираясь на что вы будете принимать решение на своих перекрестках мне думается что если вы честны с собой если вы вот даже сейчас послушали и дослушали до этого момента значит вас отзывается то то что я вам рассказал мы в глубине души на самом деле всегда знаем по какой дороге нам хочется пойти знаете есть такой любопытный метод подкинуть монету а потом посмотреть понравилось тебе то какой стороной она выпала или нет потому что ты на самом деле изначально знаешь ты изначально знаешь чего категорически нельзя делать и от чего я хотел бы вас уберечь пойти поперек своему камертону вот тому чутью вот когда ты знаешь как надо а тебя вокруг кто-то на тебя воздействует кто-то тебя переубеждает и ты выбираешь не свой путь вот это плачевные последствия будет иметь потому что ты разрушаешь что самое настоящее что у тебя есть вот этот вот этот вектор жизненный этот лазер тот самый камертон который ведет тебя он все тебя проведет по твоей жизни вы понимаете жизнь она не будет однозначной но она будет твоей а если ты выберешь другое пусть даже очень привлекательная потому что на тебя кто-то дополнительную гирьку положил вот у тебя болтались эти чаши но ты знал какая перевешивает а тут вдруг пришли там родители жена там кто-то еще друзья и тебе нагрузили гирь на другую чашу и она перевесила и ты подумал да ну раз все говорят особенно старшие особенно успешные люди они-то знают значит мне надо так и ты забыл про себя про свой камертон все ребята это судьба это лучше чтобы такого у меня к счастью такого не было никогда честно не один у меня был пример но никто на меня не воздействовал я сам немножко не неправильно там сделал один шаг но к счастью через месяц мне удалось все исправить один единственный раз я поступил не так как да я бы даже не сказал что я чувствовал внутри я сменил сферу деятельности на месяц но это мне принесло такие дары я во первых я вернул все через месяц обратно вернулся просто с другими глазами но но это был самый тяжелый месяц в моей жизни никогда больше я бы не хотел чтобы это повторилось поэтому призываю вас не наступать на горло своему голоса хочу вас также пригласить на эти же темы если вы сейчас на перепутье хочу вас пригласить свой проект шесть важнейших жизненных настроек по ссылке внизу именно тем из вас кто находится на перепутье сейчас или запутался немного во всем этом сложном многообразии теперешней жизни которая наваливается и иногда ты не чувствуешь вообще как во всем этом сориентироваться как найти как держаться своей тропы как найти эти точки опоры внутри вот об этом мы говорим в проекте шесть важнейших жизненных настроек опираемся на базовые философские принципы на учения философские это длится одну неделю и буквально на днях начнется новый поток перейдите по ссылке почитайте я убежден что те из вас кто в растерянности слегка мы все находимся в растерянности иногда или просто немного не собраны вам поможет это собраться спасибо вам большое за внимание ребят пишите о своих перекрестках я уверен что другим читателям комментариев это будет очень полезно еще раз спасибо с вами был денис именихин пока